За свою 20-летнюю историю открытый межрегиональный фестиваль авторской и патриотической песни «Ламы» стал доброй традицией и долгожданным событием для многих ульяновцев и не только. Послушать авторскую музыку, а также продемонстрировать свое творчество, пообщаться и найти единомышленников ежегодно приезжают тысячи людей со всей страны. Я работал. Поэтому для нас это родной фестиваль. Здесь вложено много души, организаторов и участников. Поэтому атмосфера, конечно, заряжающая. Фестиваль длился весь уикенд с пятницы до воскресенья. Многие приехали на все дни вместе с друзьями и семьями. Так что палаточный город был обширный. Но все же большое количество человек собирали три концертных площадки. Провести «Ламы» столь масштабно получилось благодаря федеральной поддержке в размере около двух миллионов рублей. Поддержал события и губернатор. И в этом году у нас есть также еще поддержка президентского фонда культурных инициатив, грант которого мы выиграли. Поэтому это все позволило сделать фестивальную поляну значительно комфортнее для пребывания наших гостей. Юбилейный фестиваль побил свои предыдущие рекорды. Количество посетителей за два фестивальных дня достигло 4 тысяч человек, а всего приехало 9 тысяч. Впервые в этом году открылось направление патриотической песни, имеющей особое значение в наше время. Которые говорят правильные вещи, которые поют правильные вещи и которые дают нам всем очень хорошее настроение. На фестивальную поляну приехали 25 приглашенных авторов, в числе которых был заслуженный артист России Сергей Войтенко. Его песни поют популярные артисты нашей страны. Лев Лещенко, Денис Майданов, Юта и многие другие. Идея моего творчества это писать песни о человеческих ценностях. Они по сути все патриотические, потому что песни о маме, о родине, о папе, о друге, о детях, о природе и так далее. Это все про свое, про родное. Сегодня я тоже спою свои песни, патриотические в том числе. Заключительный день фестиваля авторской песни прошел не менее ярко и запоминающийся для всех участников. Организаторы дали возможность всем желающим выступить на юбилейной сцене в формате открытого микрофона. Далее публику лавов снова радовали заявленные в программе авторы песен и музыки. Павел Аксенов на фестиваль из Москвы в Ульяновскую область приехал впервые. Композитор очень впечатлен организацией и атмосферой. Музыка автор сочиняет уже более 40 лет. Организаторы с большой любовью, в первую очередь, к авторам относятся. И мне понравилась то, что здесь такая странность, что здесь нет конкретно обед, ужин, завтрак. Когда можешь, подходишь, накладываешь себе, потому что здесь бегают по сценам разным. В общем, или там где-то может задержался, еще что-то. То есть нет конкретности, подходишь, вот первый раз такой, чтобы на фестивале вот именно так было. Екатерина Болдырева не пропустила ни одного фестиваля в Ламах. Многие песни автора публика уже знает наизусть. Но каждый раз автор привозит новые и попадает в самое сердце. Это вообще мой любимый фестиваль нашей планеты. Что я вам скажу, а бывало я много где и не раз, и в разных городах и странах. Лучше ламов просто для меня лично нет. Я здесь в раю, в своем личном. Это каждый раз праздник. И уж тем более 20-й юбилейный поразил количеством зрителей. Особенную атмосферу любят и все отдыхающие. Костер, палатка, свежий воздух и отличная авторская музыка. Для многих поездка на фестиваль в Ламах – традиция. 20 лет мы ездим в Ламы на грушу. Первое, что мы приобрели, это синий тент. Все Ламы его знают. И под этим синим тентом хорошо живется и нам, и нашим друзьям. Здесь мы находим позитивных людей, позитивные эмоции, которыми мы живем круглый год. У меня как бы летом две реперных точки таких, но не всегда удается их всей в жизни воплотить. Это груша и ламы. Если ни там, ни там не побывал, то лето прошло напрасно. Закрыли фестиваль не только концертом, но и награждением. В 15 номинациях выбрали лучших авторов всех песен. А главный приз Ламов – гитара. Досталось исполнителю песен из Ульяновска Кириллу Антипову. Юлия Руднева, Светлана Карпухина, Олег Тоньшин, Александр Кудряшов. Улправда ТВ из Ульяновского района. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова